Ярик Много дней подряд ему снился один и тот же сон, что именно сегодня произойдет что-то необыкновенное. Ему снился чердак заброшенного дома, где было холодно, темно и пыльно. Вся мебель была в паутине, повсюду были разбросаны книги, альбомы с рисунками, фотографии, разобранный велосипед и, казалось бы, много полезных вещей. А в углу комнаты на комоде возвышалось огромное старинное зеркало в большой рамке. Оно было накрыто красной бархатной тканью. Ярик обычно брал тяжелый стул, тащил его к зеркалу, и как только он рукой дотягивался до ткани, его нога соскальзывала, и он падал со стула и просыпался. Сегодня на чердаке было так же холодно и темно, и сквозь щели задувал холодный осенний ветер. И почему-то Ярику стало особенно страшно, но его любопытство взяло верх над страхом. Он резко схватил стул и потащил его к зеркалу. Вдруг ткань сама соскользнула с зеркала, и на него смотрел оттуда огромный светящийся глаз. Мальчик оцепенел от страха и удивления. По его маленькому телу пробежали мурашки. Неожиданно в комнате воцарилась тишина. Спасибо, что освободил меня мальчик, а то я думал, что так и просижу здесь всю жизнь, и никому не смогу быть полезным. Ярик стал что-то тихо бормотать себе под нос, но глаз перебил его. Как ты здесь оказался, малыш? Здесь же темно и страшно. Ярик рассказал ему, что каждую ночь, уже много дней подряд, ему снится один и тот же сон, что во сне он попадает в эту комнату, и что именно сегодня его рука наконец-то дотянулась до зеркала. И что ему, конечно, было любопытно, но он и подумать не мог, что там кто-то есть. Хм, так вот в чем дело. Ладно уж, если ты освободил меня, не бойся, я ведь не страшный, правда? Давай поболтаем. Расскажи мне о себе, как тебя зовут? Ярик. Еле слышно сказал мальчик. А затем, чуть бодрее, он рассказал глазу, что живет в квартире номер семь на втором этаже большого кирпичного дома вместе с папой, мамой и собакой Жужей. Про то, что он сегодня был непослушным, и мама его наказала. Что ему пять лет, и он очень любит чипсы, но мама не разрешает их есть. Что он ходит в садик, но на самом деле он не любит туда ходить и ждет, когда снова наступит суббота. А летом он обычно уезжает к бабушке с дедушкой на море. Он просто обожает плавать и ловить маленьких крабиков. Он так увлекся рассказом, что и не заметил, как спрыгнул со стула, начал громко говорить и показывать, как он плавает и как ловит крабиков. Это было так трогательно, что глаз не выдержал и рассмеялся своими уголками. «Ты такой замечательный малыш! Ты так здорово повеселил меня, что я захотел тебе сделать подарок. Утром, когда ты проснешься, он будет лежать у тебя под подушкой». «Спасибо, но как тебя звать и как ты здесь оказался?» «Я всевидящий глаз», – только и успел произнести он, как мальчик открыл глаза и понял, что он проснулся. Первым делом Ярик сунул руку под подушку и вытащил оттуда небольшой красный мешочек. Он был точно из такой же ткани, какой было накрыто зеркало, завязанный в аккуратный банк золотистой тесьмой. Он быстро развязал тесьму, заглянул в мешочек, но там было пусто, и лишь на самом мешочке было написано «Счастье». Ярик очень удивился. Он думал, что глаз подарит ему конфеты, чипсы, фломастеры или хотя бы новенькую машину, а вместо всего этого только лишь мешочек счастья, да и то пустое. Что бы это значило? Для Ярика день тянулся мучительно долго. Он поиграл с Жужей, с мальчишками во дворе погулял, но ничего его так не интересовало, как новая встреча с глазом. Ему хотелось, чтобы поскорее наступила ночь. Как и в прошлый раз, он залез на стул, дёрнул за красную ткань и снова увидел глаз. Здравствуй, Ярик. Ты снова здесь? Скажи, ты нашёл мой подарок? Да, спасибо. Только я хотел сказать, что в мешочке ничего не было. Здесь написано «Счастье», но в нём пусто. Значит, счастье украли? Наверное, ты ещё слишком маленький и не знаешь, что такое счастье. Но поверь мне, каждый человек, каждый зверь, птица, все существа во Вселенной знают, что такое счастье. А может, твоё и действительно украли? Тогда тебе обязательно нужно отправиться на его поиски. Послушай, каждую ночь засыпая, ты должен крепко держать в руке тот самый красный мешочек, который я тебе подарил. Тебе будут сниться волшебные сны, в которых ты отправишься на поиски счастья. Только при условии, что ты станешь послушным и не будешь огорчать маму. Договорились? Ярик растерянно кивнул головой, крепко сжимая в руке свой мешочек. Сны. Вокруг белым-бело, и маленький Ярик стоит один посреди огромной детской площадки. Держит в руке свой красный мешочек, а по щеке у него катится слеза. А рядом стоит снеговик, которого вчера слепили соседские мальчики. Чего плачешь, малыш? Я потерял счастье. Ты случайно его не видел? Второй день здесь стою, дай подумать. Нет, определённо ничего такого не видел. Да не плачь ты, малыш. Найдём мы твоё счастье. Оно у тебя какое? Большое или маленькое? Я и сам не знаю, помещалась вот в этот мешочек. А у тебя счастье и есть? Какое оно? Ну, моё всегда со мной, и оно огромное. Знаешь, счастье – это когда зима, идёт снег, под ногами прохожих поскрипывает лёгкий морозец. Красиво, как в сказке. Это когда тебя, ну то есть меня, слепили дети. Да не как попало, а как положено. Сначала нижний, самый большой ком, установили его на ровном месте. И не где-нибудь, а в центре детской площадки. Или парка, например. Сверху поставили средний ком, чуть поменьше. А затем последний, самый маленький, но самый важный. Это моя голова. Затем приделали руки из сухих веток, глазки из угольков, жестяное ведро на голову и длинный оранжевый нос из морковки. Кстати, малыш, поправь мне нос. Видишь, он съехал немного на бок. Спасибо. И вот счастье, это когда дети идут в школу и говорят. Эй, привет, снеговик, как дела? Смотри, дожди с нас, не растай до вечера. И я жду. А старшеклассники не закидывают меня снежками. Когда светит солнце, но не греет. И я не таю до самой весны. И ещё, когда рядом слепят маму снеговика. Да, ну, чтобы одному не скучно и не страшно было стоять. Постоял Ярик, подумал и слепил снеговику маму и спрашивает. Ну, теперь-то ты по-настоящему счастлив? Да. А что ж ты не улыбаешься? Да просто дети забыли мне улыбку приделать. Ярик снял золотую ленточку от своего мешочка и приделал снеговику большую и красивую улыбку. Спасибо тебе, мальчик. А ты не стой, иди ищи своё счастье. И знай, ты обязательно его найдёшь. Проснулся Ярик, засунул руку под подошку, достал мешочек, а он по-прежнему пустой. Ладно, твёрдо решил Ярик. Ночью снова пойду его искать. В следующий раз Ярик оказался на зелёной лужайке возле огромного голубого озера. Он огляделся, вокруг не душит. Огорчился мальчик, присел на пенёк, и вдруг увидел, как что-то зашевелилось в траве. Здесь кто-то есть? Погреться на солнышке не дадут спокойно. Ну кто же ты? Раздвинь траву и увидишь. Ярик аккуратно раздвинул траву и увидел, как на солнышке грелась огромная черепаха. Ух ты, настоящая черепаха! Как я рад, что я здесь не один! Как я рад, как я рад! Чего тебе здесь надо? Да вот, Ярик достал из кармана свой пустой бархатный мешочек и рассказал ей всю свою историю, и про чердак, и про всевидящий глаз, и про то, что он потерял своё счастье, и даже снеговик не помог ему его отыскать. Тебе ведь нужно торопиться, идти и найти своё счастье, пока его не нашёл кто-то другой. Оно может быть близко, а может быть где-то и далеко. Черепаха, а какое оно, это счастье? А то я даже не знаю, что искать. Ну, вот, например, моё счастье, это когда я хорошо высплюсь, а потом не спеша спущусь к озеру, наплаваюсь вдоль, вкусно пообедаю, и меня за это время ни одна живая душа не побеспокоит. Или нет? Погоди! Это знаешь, когда мои друзья-звери объявят, что начались звериные соревнования, и я участвую в забеге, и вдруг прихожу к финишу первая. Вот это да! Вот это действительно счастье! Неужели только в этом твоё счастье? Ну, почему же? Хорошо, чтобы в этот счастливый момент рядом со мной были мои папа и мама, и они радовались бы вместе со мной моим успехам. Но, к сожалению, они уже умерли. Мне так жаль, черепаха, но ты не горюй так сильно. Соберись силами, и, может, и вправду когда-то победишь в забегах. Спасибо тебе! Удачи! Пока, малыш! Ярик открыл глаза и понял, что он ничего не видит. Вокруг темным-темно, и лишь маленькая звёздочка пронеслась с огромной скоростью мимо него. Привет! Эй, постой, звёздочка! Скажи, где я? Ты на небе, или как там у вас людей говорят? В космосе! Звёздочка ещё несколько раз облетела Ярика и остановилась. Ого! Как я высоко забрался! А что ты здесь делаешь, мальчик? Один без космического корабля, ваши вообще-то здесь редко пролетают. Я ищу своё счастье. И он рассказал ей свою историю, и ещё о том, как он познакомился со снеговиком и черепахой, и вот теперь оказался здесь. Что же, я желаю тебе поскорее его отыскать. Постой, звёздочка! Неужели ты вот так улетишь и даже не подскажешь, как мне выбраться отсюда? Звёздочка притормозила, обернулась, и Гриева улыбнулась и сказала, Подскажу, но только если ты покатаешься со мной на небесных качелях. Небесные качели? А где они? Здесь, недалеко. Держи меня крепко за руку. Полетели! Звёздочка рванула с места, и они вмиг перелетели полнеба. Садись, сказала звёздочка. Куда? А вот сюда! И указала рукой. Но здесь же ничего нет. Садись, садись, не бойся. И она начала раскачивать невидимые небесные качели. Они долго катались, болтали обо всём на свете. И Эрику так понравилась звёздочка, что ему уже и не хотелось никуда уходить. Когда качели остановились, он сказал, «Спасибо тебе за всё, но всё же мне пора идти искать счастье? Ага. Скажи, а у тебя есть счастье?» Конечно. Быть счастливой – это значит светить ярче всех на свете. Но знаешь, это когда наступает ночь, и твоя семья собирается на работу, ну, освещать, например, вашу землю. Меня тоже берут с собой, а не говорят, что я ещё маленькая, во мне мало света. Ведь на самом деле, знаешь, я самая быстрая и яркая звёздочка. Из маленьких. И, конечно же, иметь настоящего друга, такого, как ты. Ей тоже очень понравился Ярик. Его рыжие волосы, веснушки и улыбка во весь рот. Мне жаль с тобой расставаться. У меня никогда не было такого друга, но я понимаю, что тебе пора. Чтобы выбраться отсюда, тебе надо сильно зажмурить глаза и подумать о том месте, где бы ты сейчас захотел оказаться. Ярик зажмурил глаза и, наверное, даже придумал, куда бы он хотел отправиться. Но проснулся он, как обычно, дома в своей кроватке, сунул руку под подушку, а там лежал всё тот же пустой мешочек. Ярику, конечно, нравилось путешествовать во сне, но всё же ему хотелось поскорее найти то самое счастье, а его нигде не было. В следующих своих снах он успел познакомиться с перламутровой ракушкой, которую встретил на морском дне, и подружиться с рыжим котом, который гуляет сам по себе, и со старым дубом, который стоит на одном месте уже тысячу лет и многое слышал и видел самых невероятных историй. Он уже решил, что даже не сможет отыскать своё потерянное счастье, как однажды он оказался на тропинке, которая завела его далеко в лес. В пути он устал и решил немного отдохнуть. Он присел под дерево. Вдруг за спиной он услышал треск сухих веток. Он оглянулся и увидел, как из кустов дикой малины сначала показалась причудливая синяя шапка, затем огромные глаза, нос картошкой и белая борода. «Кто ты? Выходи, не бойся! А я не боюсь, я спрятался, чтобы тебя не испугать. Я гном, белая борода, живу в лесу», сказал он гордо. Он был маленького роста, пухленький, в огромных зелёных штанах, шлейки которых были перекинуты через плечи, чтобы не спадали, жёлтые рубахи и коричневых башмаках со сбитыми мысками. Он выглядел настолько забавно, что Ярик не выдержал и рассмеялся. Гном рассмеялся ему в ответ. «Ты, наверное, тот самый мальчик, который ищет счастье». «Да». «А как ты догадался?» «Знаешь, я ведь не просто гном белая борода, который живёт в лесу, который помогает зверюшкам, лечит птиц, указывает дорогу путникам, сбившимся с пути, а я и немножечко волшебник. Иногда я волшебничаю тут по вечерам, чтобы развлечься. Но раз ты волшебник, тогда угадай, как меня зовут?» «Ярик». «Вот это да! Тогда, может, ты знаешь, где искать моё счастье?» «Конечно знаю, малыш. Я также знаю, как долго ты шёл в поисках счастья, сколько новых друзей и знакомых приобрёл во время путешествия, и сколько всего интересного ты узнал. «Конечно же, я укажу тебе дорогу к счастью, но, куриш, ты пришёл сюда. Давай поиграем, а то мне здесь совсем не с кем играть. Давай, а во что?» «Цап-цапа!» И гном рассказал Ярику правила игры. Он убегает, прячется, и Ярик его ищет, а если схватит за руку, тогда говорит «Цап-цап!» «Хорошо, но должен тебя предупредить, что я очень быстро бегаю, а я тебя. Ты не забыл, что я хорошо знаю лес и я чуть-чуть волшебник». Полдня бегал Ярик за гномом, но так ни разу его и не поймал. Он устал и еле сдерживая от обиды слёзы, сказал «Выходи, гном, я уже совсем устал и очень хочу пить». Как только он закончил говорить, его кто-то похлопал по левому плечу. Ярик обернулся и сзади увидел довольного гнома. «Ой, спасибо тебе, малыш, развлёк ты меня. Отдохни, съешь эти волшебные ягоды, ты найдёшь то, что ты ищешь». И гном исчез. Ярик уже доедал ягоды, как вдруг вспомнил, что рюкзак у гнома был точно из такой же ткани, как и ткань на зеркале, когда он познакомился со всевидящим глазом. «Странное совпадение», только и успел подумать Ярик. Утром он проснулся, как обычно, рано. Открыл глаза и увидел папу, который собирался на работу, собаку Жужу, которая мирно сопела в углу, и маму, которая присела к нему на край кроватки и сказала, «Доброе утро, сынок, пора вставать». Ярик сунул руку под подушку, а его мешочек исчез. «Ну и ладно», подумал про себя мальчик. На самом деле, он уже устал путешествовать по ночам, ему так хорошо было здесь дома с мамой и папой. «Ты что-то искал, Ярик?» «Да, свое счастье, но так и не нашел его, мам. А что такое счастье?» Мама улыбнулась и сказала, «Счастье, сынок, это ты». Ярик удивленно посмотрел на маму, «Наверное, ты еще слишком маленький и не понимаешь этого». «Ничего, когда-нибудь ты обязательно это поймешь». Я тебя научу всему, мы раскрасим с тобой картинки, почему вверх ногами тают дзинки каждый час. И на тысячу почему Я, наверное, найду ответы И раскрою тебе все чудо света. А сейчас... Баю-бай, глазки закрывай За твоим окошком, Даже солнце зашло за край, Отдохнуть немножко. Баю-бай, крошка, засыпай, Сбудутся твои мечты, Ведь на этой земле Счастье — это ты. Знаю, так легко уснуть, Ты лежишь, не смыкая глазки, А во сне оживаю даже сказки Без труда. Нужно чуточку отдохнуть В океане снов самых сладких, Я приляма с тобой на край кроватки, Как всегда. Баю-бай, глазки закрывай За твоим окошком, Даже солнце зашло за край, Отдохнуть немножко. Баю-бай, крошка, засыпай, Сбудутся твои мечты, Ведь на этой земле Счастье — это ты.